Сегодня я вам представляю рецепт организации деятельности волонтёрского отряда по пропаганде здорового образа. Рецепт эффективной работы с волонтёрами. У каждого из финалистов ежегодного областного конкурса «Куратор года» он свой, особенный. На решающей стадии конкурса своими навыками и организаторскими способностями в этом году делились 10 руководителей волонтёрских отрядов из районов Омской области. 28 марта в Центре социально-психологической помощи несовершеннолетнему и молодёжи лидеры добровольческих объединений презентовали работу отрядов, уровень теоретических знаний и практических навыков работы с волонтёрами в сфере пропаганды здорового образа жизни. Что отмечается 31 мая? День без слабака. Молодец! Татьяна Бондаренко из Таврического района. Для своей презентации она выбрала игровую форму. Задействовала и коллег-конкуренток, и жюри. Словом, волонтёрского задора хватило на всех. Для чего вам нужен этот конкурс? Самоотвердиться. Я думаю, что дети сейчас тоже болеют за меня. Мне с утра уже сегодня звонили. Они у меня лучшие дети. И они хотят, чтобы Куратор тоже был одним из лучших. Детям, конечно, нужна воспитательная работа. Детям нужно проводить активно свой досуг. Они должны быть чем-то заняты, увлечены. Только тогда мы воспитаем гармонично развитую личность. И я уверена, мои дети вырастут достойными, добрыми, порядочными людьми, которые готовы всегда прийти на помощь. Конкурс «Куратор года» проводится с целью выявления и поощрения специалистов, занимающихся развитием волонтёрской деятельности по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни. Финал состоялся. Ну а победители и призёры будут объявлены на традиционном областном слёте волонтёров в апреле.